Недавно стало известно, что правительство Казахстана доработало проект консульства страны в Южной Корее и выдало его на рассмотрение президенту. Планы открыть консульство были уже давно. Как подчеркивали, в правительстве консульство поможет государствам более плотно сотрудничать в различных направлениях. Так это поможет сторонам более подробно проработать дипломатическую повестку. Кроме того, по заявлению правительства это будет уверенный толчок в развитии торговли и экономического сотрудничества. Президент также подтвердил намерение открыть консульство во время визита в Южную Корею. «Это открывает новые возможности для укрепления нашего стратегического партнерства. В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. В этом контексте мы осознали важность укрепления культурных и гуманитарных связей и организации конкретных мероприятий», – сказал Такаев. Он тогда подчеркнул, что за прошедшие года два государства стали надежной опорой друг к другу, что очень радует Такаева. Также недавно прошло совещание членов СВМДА. Секретариат совмещения по взаимодействию и мерам доверия в Азии продолжает активную работу по реализации приоритетов концепции представительства Республики Казахстан в СВМДА на период 2020-2022 годов. По согласованию с первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Шахратом Нурышевым, исполнительный директор СВМДА посол Кайрат Сарыбай утвердил второй график работы секретариата на 27 августа 2021 года. В своем выступлении Сарыбай упомянул ряд важных событий за первые 11 месяцев казахстанского представительства. Утверждение проекта положения о Совете мудрецов СВМДА, решение о регулярном проведении форума аналитических центров СВМДА и разработка концепции фонда СВМДА. Значительный прогресс в обновлении каталога «Мер доверия», принятие общих указаний по реализации мероприятий по внедрению данных мер, укрепление международного сотрудничества и повышение осведомленности о СВМДА. Первый заместитель министра иностранных дел поблагодарил исполнительного директора и сотрудников секретариата за качество и своевременность проделанной работы. Церемония подписания дорожной карты состоялась в новой штаб-квартире СВМДА, которая расположена в престижном комплексе столицы Казахстана на территории Куаз-Экспо-Конгресс. Официальное открытие новой штаб-квартиры запланировано на 5 октября 2021 года, в день СВМДА.